МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, как обстоят дела в Вереном вам городском округе, в Аткаре? Какие новости, какие планы по благоустройству, по капитальному ремонту медицинских учреждений? Как обстоят дела с врачами? В целом обстановка спокойная, доброжелательная. Я хотел бы предложить вам, как проходит работа в целом благоустройстве, если можно, с эту презентацию. С таким началом. Это вот как было, это вот как стало. Каждый год мы добавляем какие-то элементы благоустройства на нашей центральной площади, которая находится в ДК Мир. Вот так вот мы заложили памятник на День Победы, а на День города мы его открыли. Причем все это из инвестиционных источников. Ну и, соответственно, каждый год добавлялись ветераны, попросили, то есть, орудия, чтобы помнить победу. Тем более на территории города Лавикарина стояли рубежи обороны, и завод оптического стекла тогда работал на оборону, выпускал зенитные зеркальные отражатели. И, соответственно, это тоже добавлялось каждый год. Каждый год проходят у нас такие мероприятия. Кремлевцы участвуют, суворовцы, преображенские. Хорошие мероприятия. Да. Ну и просто с удовольствием люди переходят на эти данные мероприятия. Вот так был парк, вот такая была ротонда, вот такая вот она стала спустя некоторое время. Каждый год добавляем элементы. Вот такая появилась эстрада, такие детские площадки. Причем люди пришли, попросили еще детскую площадку, мы добавили, попросили еще, значит, третью добавили. Затем, так сказать, пошла работа уже по увеличению инвесторов, которые добавляли нам аттракцион. Влюбленные наши попросили Адама и Еву. Кстати, вот здесь теперь размещаются замочки в любви и счастье. Что с водой в городе? Андреевич, ну по вашему поручению, так сказать, мы построили станцию обезжелезивания, ну и, соответственно, сегодня 99,3% обеспечены с чистой водой. Вот это то же самое. Вчера вот рояль прозвучал, в ДК «Мир», значит, сделан ремонт плитки главного холла, положен паркет, ну и, соответственно, вот так вот проходят мероприятия, которые проводят дети в день города. Вот это второй у нас дворец культуры, центр молодежи, вот такой вот он был. Вот такой мы, да, его сделали, причем это все муниципальные средства. Вот такой вот коридор, там тоже занимается большое количество наших детей. Ну это вот тоже ночная подсветка, главное, так сказать, наших мероприятий. Вот после преобразования никогда в городе Латкарина такое количество людей на праздники мероприятия не приходилось. Что со второй сменой у вас? Андрей Юрьевич, со второй сменой у нас, мы пока в красной зоне, 913 детей ходят во вторую смену. Ну и, соответственно, мы… Есть понимание, когда, где будет строиться школа? Да, Андрей Юрьевич, мы подготовили дорожную карту, согласовали с Минобразованием, то есть мы строим пристройки, ну и, соответственно, одна школа идет по программе в Подмосковье, там предусмотрен в этом году период, и на будущий год мы ее строим. То есть в течение буквально двух лет мы эту программу, кстати, решим. Ну и за счет еще некоторых моментов, которые связаны с уплотнением, потому что мы открываем сейчас в этом году по вашему поручению спортивный комплекс, куда переселяем спортсменов, и в одной школе мы просто убираем детскую и юношескую школу, которая практически 120 месяцев нам переселит в этот спортивный комплекс, и четыре класса будут осуществлены по детей второй сменой. Что с богоустройством дворов? Сколько дворов в Латкарина в этом году будет богоустройством? Андрей Иванович, семь дворов. У нас 73 двора, мы каждый год делаем дворы. Ну и, соответственно, я бы хотел сказать элементы тоже, вот этот, как было, это вот как было, как стали, так сказать, наши такие вот пространства. Это вот наш музей, он идет по программе Подмосковья, ну а вот эти вот элементы богоустройства, это все программа муниципальная. Вот эти вещи, так сказать, появляются, это знаменитые наши люди, Сан Иванович Иванович Иванович, появились из внебюджетных источников финансирования. Вот наши дети здесь проводят мероприятия, которые, значит, восстанавливают культуру, историю нашего города и то, что связано с Астанасовичем Чернышевым. А что с бюджетом за первый квартал? Как обстоят дела? Андрей Иванович, ну с бюджетом, вот я, если можно, потом я останавливаюсь на таких показателях в целом по экономике, то прошлый год показалось, что мы практически все выполняли показатели, то есть с ростом в прошлом году общий бюджет, собственные средства, собственные доходы, объем отгруженной продукции вырос практически из 10 миллиардов до 21 миллиардов. По доходам какая ситуация за первые три месяца 2017 года? Есть понимание? Андрей Иванович, мы пока в норме, обеспечиваем исполнение бюджета, уплачиваем своё время на зарплату и считаем, что этот год у нас мы с небольшой динамикой выполняем, то есть мы в рамках исполнения... Новые инвесторы какие-то приходят в город? Андрей Иванович, ну у нас остаётся, если помните, МЖК, значит, который буквально вот начинает в апреле сносить в Москве на Грай Воронова свой завод и начинает перемещаться на нашу площадку. Затем идёт мощное строительство, авантаж центра обработки данных, это 20-мегаваттный центр обработки данных, то есть это братья Ананимы, то есть инвестируют, 6 миллиардов практически инвестиций, 2 миллиарда будет выпусками продукции, ну и это мощнейший в России будет центр даже в Европе по мощности. Продолжение следует...